Лекция по Бхагавадгите, глава 4, текст 13, прочитана его божественной милостью Аче Бхактивидантой Свами Прабхупадой. 2 апреля 1974 года в Бомбее, Индия. Перевод В соответствии с тремя гуннами материальной природы и связанной с ними деятельностью, я разделил человеческое общество на четыре сословия. Но знай же, что хотя я и являюсь создателем этой системы, сам я вечный и неизменный, непричастен к какой-либо деятельности. Итак, человеческая цивилизация начинается с Варнашама Дхармы. Ведическая система это Варнашама Дхарма. В мире есть индусы. Индус — это понятие, введенное мусульманами и образовавшаяся от слова «инд». Есть река Инд. Сейчас она протекает в Пакистане. Итак, это люди, которые проживали за рекой Инд. Мусульмане Аравии и других стран произносили звук «эс» как «ха». Вместо «синдху» они говорили «хинду». Поэтому людей, проживающих на другом берегу реки Инд или Синд, они называли индусами. Но в действительности термин «индус» не встречается ни в одном ведическом тексте. В истинном понимании индусы — это люди, живущие по принципам Варнашама Дхармы, систем четырёх Варн и четырёх Ашрамов. Четыре Варна — это Браман, Кшатри, Ваща и Шудра. Люди, стоящие ниже Шудр, именуются Чандалами, Панчамами, представителями пятого класса. Это естественное деление, и оно распространено повсеместно. Браман — это наиболее интеллектуальный человек. Интеллектуальный в том смысле, что обладает немалыми познаниями и в том числе пониманием абсолютной истины. Брама-джанаатити-брамана. Браман — это образцовый человек. Итак, сословия разумных людей, интеллектуалов существуют во всём мире. Вы можете называть их Браманами или как-то по-другому, но этот класс очень разумных людей есть в любой стране мира. Итак, Браманы — это сословия разумных людей. Кшатрии менее разумные, чем Браманы. Ващи уступают в интеллекте к шатриям. Шудры же наименее разумные. Всё определяется уровнем интеллекта. Кришна говорит, «Я создал эти четыре варны». Никакой класс, никакая страна не могут монополизировать то, что было создано Богом. Например, Солнце создано Богом. Солнце наслаждаются во всех уголках мира. Но есть страны на Западе, где Солнце не видно, оно затянуто тучами. Согласно Шатриям, любая страна, любая часть мира, где небо покрыто тучами и не видно Солнца, непригодна для проживания. Хотя Солнце есть, но при создавшихся условиях Солнцем там невозможно наслаждаться. Поэтому, когда из западных стран в эту страну, особенно в Индию, приезжают люди и видят, как ярко светит Солнце над Аравийским заливом, они немало изумляются. Как здесь тепло и светло. Итак, солнечный свет принадлежит всем. Но, люди наслаждаются им в меру своего разума или своей удачи. Браманическую культуру можно сравнить с солнечным светом. Свет предназначен для всех, но люди должны быть достаточно разумны, чтобы воспользоваться им. К сожалению, хотя прежде Индия очень строго следовала этой системе, сейчас она ослабла и даже практически исчезла. Мы утратили свою брахманическую культуру. Все это происходит под влиянием Кали-юги. В Кали-югу практически все являются шудрами или даже ниже. шудра называют чандалами. Шудры тоже едят мясо, но те, кто ниже шудр, совершенно неразборчивы в пище. Они едят даже собак. И собакоедов шастра называют шва-пача. Шва значит собака. А пача пачанти повар. Но сознание Кришны настолько замечательно. В шастре сказано шва-пачо пи-гариян жаджи-бхагре наматуддхам ибинэ шапач чандал догетас. Если человек научился у духовного учителя повторять мантру Харе Кришна, то даже если он шва-пача, чандала, собакоед, его считают достойным славы, гариян. В другом месте тоже сказано шапачо чандало пи-диджэ-срэшт хри-бхакти параяна. Даже чандала поднимается выше брамена, если становится преданным Господа. Как правило, деление общества на сословие необходимо в том случае, если люди не находятся на уровне бхагавад-бхакти, если они не преданы Господу. В этом случае классы необходимы. В противном случае общество может обойтись и без них. В шастрах мы читаем, что даже в нашем теле есть несколько отделов мозг, руки, живот и ноги. Мозг символизирует брахманы, а руки кшатрии, которые призваны защищать вас. Если кто-то нападает на вас, вы сразу выставляете перед собой руки. Кшатрия значит причинять вред. На языке хинди это звучит как кшатра. Итак, кшатраяте обязанность кшатрия защищать вас от тех, кто может причинить вам вред. Брахманы это класс интеллектуалов. Как и в теле, мозг также необходим, как и руки, как и живот и ноги. Хотя ноги не настолько важны в сравнении с мозгом, относительно остальных частей тела голова является наиболее ценной частью. К примеру, если вы отрежете человеку голову, он умрет, хотя у него есть руки, живот и ноги. Если же человек потеряет руку или ногу, он может жить, и мозг может работать. в том числе обществе и общество точно так же, когда общество правильно разделено на четыре класса, культуру браманов, культуру кшатриев, культуру ващев и культуру шудр. браманическая культура предполагает обучение людей правдивости сатья, шамия, управление умом и чувствами, сатья, шамма, дама, титикша. Люди должны учиться терпимости, ардживом, простой жизни, чистоте, должны приобретать знания и применять их в повседневной жизни. Гьяном, вегьяном, астикем, астикем это непоколебимая вера в ведическую культуру. Иными словами, астикя это теизм. Если человек хорошо знает веды и твердо верит в них, он становится теистом. С другой стороны, атеист это тот, кто не обладает достаточным знанием вед. Например, Шитхитани Махапрабху говорит, буддисты не признают авторитет вед. Поэтому их называют настика атеистами. по определению, если вы не признаете авторитета вед, вы становитесь атеистом. Одно из качеств брахмана — это жить, руководствуясь принципами ведической цивилизации. То же самое можно сказать про кшатриев. Тейджа, шоурьян, кшатрии очень сильны и никогда не отступают с поля сражения. Долг кшатрия на поле боя — победить или погибнуть. Это кшатрия. Он не вернется с войны, не победив. Вот кто такой кшатрии. Поэтому правительство состоит из кшатриев. В наше время в правительстве нет кшатрии. кшатриев практически нет. Об этом сказано в шастрах. У млечхи нет качеств кшатриев. Млечхи — они нечисты. Млечха — значит нечистый. Так называют тех, у кого нет ведической культуры. Но не подумайте, что словом млечха называют какой-то отдельный класс людей. Млечха или яваны называют каждого, кто нечист и не следует предписаниям вед. Это термин из шастри. Кришна говорит, что для здорового существования общества оно должно быть разделено на культурные классы варны и ашрамы. Но в настоящий момент люди не знают, в чем состоит цель жизни. Они не знают. так как ведическая культура утрачена, деление общества на брахманов, кшатриев и ващев уже не существует, равно как и нет воспитания в рамках этой системы. Один политик, министр в Калькутте навещал меня, и мы говорили с ним о том, почему мир пребывает в хаосе. И причина проста. Система четурварни утрачена. Общество практически лишено культуры браманов и кшатриев и люди остаются шудрами, людьми четвертого класса или даже ниже. Итак, пока не появятся представители людей первого и второго классов, по крайней мере третьего класса, если остались лишь люди четвертого, пятого и шестого классов, как они смогут управлять обществом? Это невозможно. Поэтому существует предписание четурварни маяс риштам. В обществе должны существовать эти деления. Образовательные учреждения должны быть, но образования, например, в университете есть разные факультеты, медицинский факультет, инженерный, биологический, факультет психологии, химии, физики. Их так много. Но нет ни одного браманического факультета или факультета кшатриев или ващев. это происходит потому, что люди не знают, в чем состоит цель жизни. Людей интересует лишь материальный комфорт. Не важно, какой будет наша следующая жизнь, кем мы родимся, но следующая жизнь это факт. Поэтому мы должны очень серьезно изучать Бхагавад-гиту. В начале Бхагавад-гита Кришна говорит Дхантара Прапти Дхантара Покинув свое тело, я снова буду вынужден родиться. Дхира это здравомыслящие, разумные люди, которые знают, что такое смерть. Смерть это расставание с прежним телом и обретение нового тела. Это переселение души. Вот что такое смерть. И Дхира Статра Намух Яти Дхира человек ученый знает, тогда как другие Адхира. Есть два класса людей Дхира и Адхира. Адхира это те, кто не владеет своими чувствами. Животные животные к примеру не способны себя контролировать. Вот человек медленно, но верно опускается до уровня животных, потому что руководствуется в своей жизни телесным мировоззрением. Если кто-либо считает себя телом, месиатмабудхи кунапе, кунапе это мешок три дхатуки из капхи, питы и ваю, разве я тело? В высшей степени разумный человек это тело? Из чего состоит тело? Из крови, костей, плоти, мышц, испражнений, мочи. Можно ли допустить, что человек величайшего интеллекта состоит из этих ингредиентов? Но глупцы так и думают? Нет. Татаде хантра папти, дейхина свин дья таде, это первая ступень в постижении этой науки. Но люди не понимают, что в теле пребывает душа. Они настолько глупы, поэтому шастра называет их саева гокара. Такие люди не лучше коров и ослов. А в обществе животных разве можно стать счастливым? Поэтому в наше время люди так обеспокоены. Люди забыли о том, что такое спокойная жизнь, дхира. Если вы хотите мирно существовать в обществе, вы должны принять эту программу. Должны быть классы браманов, кшатриев, ващев. Как правило, считается, что ващи — это сословие торговцев. Нет. В настоящее время так называемые ващи — это тоже шудры. И даже ниже. Почему? Обязанность ващи — ващи — ващи должны быть заняты производством зерна. Но сейчас они не заинтересованы в этом. Они стремятся открывать заводы по производству болтов и гаек, а также автомобильных покрышек «гудьер». Тогда ешьте покрышки и болты. Нет, вы не можете их есть. Вам нужен рис, а рис есть только по 10 рупий за килограмм. Все это потому, что нет ващи, в которой бы производили зерно. В этом проблема. Они не замечают этой проблемы. Они просто вопят и кричат «безобразие, подорожало, подорожало». А почему нет? В Бомбее живут миллионы людей. Кто из них выращивает продукты питания? Но их называют ващими. Какие это ващи? Нет браманической культуры, нет мозгов, нет кшатри, которые бы могли защищать вас. Столько проблем. Если вы хотите изменить свою жизнь, общество, нацию или весь мир, а здесь говорится для всего мира, тогда вы должны воспользоваться советом Кришны. Такова цель движения сознания Кришны. Глобальная реструктуризация общества. Мы ничего не выдумали. все это очень научно. Если вы действительно хотите осуществить миссию своей жизни, вы должны воспользоваться советом Бхагавадгиты, очень научным, безупречным и сошедшим с уст самой Верховной Личности Бога. Если я что-то говорю, в моих словах может быть множество изъянов, ибо я несовершенен. Каждый из нас несовершенен. Мы совершаем ошибки. Человеку свойственно ошибаться. Нет такого человека, который смело заявить, я никогда не ошибаюсь. Это невозможно. Ошибки неизбежны. А иногда мы поддаемся иллюзии Промада. Это относится ко всем нам, потому что мы отождествляем себя с тем, чем не являемся с телом. это называется Промада Бхрама, Промада, затем Випролипса. Я совершаю ошибки, Бхрама, я поддаюсь иллюзии. Тем не менее, я говорю с позиции учителя. Это обман. Если вы несовершенны, если у вас столько недостатков, как можете быть учителем? Вы обманщик. Никто не является учителем, потому что не будучи совершенным, как вы можете быть учителем? И последний недостаток — это несовершенство наших чувств. Моё зрение несовершенно, равно как и обоняние и чувство осязания. у нас множество изеянов. Например, я каждый день вижу солнце, но оно кажется мне диском, однако солнце в миллион четыреста тысяч раз больше земли. Шастра Чакшуса. Вы должны смотреть глазами шастры, а не своими глазами. Например, иногда они говорят, «Можете показать мне Бога?» Вы видели Бога? Что ж, можете ли вы увидеть Бога? Вы не можете даже как следует разглядеть солнце. Как вы можете увидеть Бога? Почему вы так гордитесь своим зрением? Если вы не можете рассмотреть даже материальный объект, если вы не можете увидеть даже душу, каждый день вы видите своего отца. А когда ваш отец умирает, вы плачете, «О, мой отец ушел». Но ведь ваш отец лежит перед вами. Почему вы говорите, что он ушел? Нет, отец ушел. Почему ушел? Он мертв. Почему мертв? О чем это говорит? Это говорит о том, что хотя вы видели своего отца многие годы, вы его не видели, теперь человек сокрушается. Мой отец покинул меня. Покинул? Он здесь? На полу лежит. Видите, насколько мы несовершенны. Насколько несовершенны наши глаза. Я вижу тело отца. Я думаю, это мой отец. Саева го хора. Видеть, как осел и корола. Вот наше несовершенство. Как мы можем вести людей? Как можем мы стать учителями? Как можем стать лидерами? я слеп но пытаюсь вести за собой других таких же слепцов поэтому неудивительно что мир пребывает хаосе это не поможет нам мы должны смотреть глазами кришны верховного господа мы должны совершенствия изучить постичь бхагавад-гиту как следует нам читать и вам парампара праптам в цепи ученической преемственности как сказал кришна вы должны принять это учение в цепи ученической преемственности они слушать придуманные кем-то толкования о я великий ученый у меня несколько научных степеней я могу давать свои комментарии на бхагавад-гиту так говорят мошенники бхагавад-гиту постигают не так бхагавад-гиту следует понимать так как о ней говорит кришна но что обычно делают люди убить кришну кришна нет не было никакого сражения не было махабараты у меня собственное мнение о кришне вот такого рода комментарии толкования бхагавад-гиты отравили весь мир страны запада ездили столько с вами йогов и неверно истолковывали бхагавад-гиту конечно на востоке все знают бхагавад-гиту любой организации любой образованный человек знает что есть такая прекрасная книга бхагавад-гита но они читают эти ошибочные комментарии потому не могут понять эту науку сейчас мы представляем бхагавад-гиту как она есть и теперь люди постигают истинную бхагавад-гиту поэтому теперь они становятся преданными за последние два столетия столько с вами и йогов приезжали туда и говорили о бхагавад-гите но ни один человек не стал преданным кришны а теперь их тысячи почему потому что люди получают бхагавад-гиту как она есть таков секрет этого движения сознания кришны итак наша единственная просьба если вы хотите счастья если вы хотите процветания и успешной жизни вы должны внимательно читать бхагавад-гиту как она есть какой ее рассказал кришна не пытайтесь давать ложных толкований кришна значит это пандалы значит то не нужно глупостей примите бхагавад-гиту в ее истинном смысле кришна говорит здесь об этом сказано кришна говорит чатур варням майасриштам нельзя упразднять варнаашиму ибо вы будете страдать этого нельзя делать вы должны признать необходимость класса настоящих брауна не таких которые родились в семье брамана но работают сапожниками и при этом объявляют себя браманами нет не таких гуна карма вибхагаша кришна нигде не говорит что брамана это тот кто родился в семье брамана здесь сказано очень ясно гуна это качество когда вы покупаете что-то вы следите за тем чтобы товар был хорошего качества точно также положение человека системе варн определяется его качествами и деятельностью мало того вы можете быть квалифицированным адвокатом но не практиковать тогда кто вас назовет адвокатом никто если же у вас есть необходимая квалификация и вы практикуете все скажут люди пойдут к вам за консультацией если же вы не практикуете а лишь защитили диплом к вам никто не пойдет и так необходимы две стороны нужно обладать качестве брамана и действовать как браман если вы родились в семье брамана и при этом благословляете других откуда у вас сила благословлять меня не ваши качества ни деятельность не соответствует вашему титулу но люди слепо признают таких людей и называют их пандитаджи но что это за пандитаджи пандит это тот кто знает бхагавадгита говорит пандита сама даршина вот определение пандита не называйте мошенников пандитами пандит это тот кто достиг духовного уровня ученый браман гави корова хастини слон шуни собака и швапаки те кто едят собак чандалы пандита сама даршина как это так неужели пандит сошел с ума как может он не видеть разницы между ученым браманом чандалом и коровой как так дело в том что он не смотрит на тело он видит душу это пандит в противном случае на каком сама даршина можно говорить пандит не сумасшедший печи познания глубокие в каждом видит живое существо неотъемлемую частицу бога они понимают что сейчас это живое существо обусловлено материи и стараются разбудить его такова роль пандита просвещение если человек лишён духовного знания долг пандита дать ему образование теперь у тебя тело человека теле животного ты не мог познать не душу не бога теперь у тебя есть такая возможность уйти что-то пора проснуться ты способен к пониманию теперь у тебя есть возможность вопрошать а дживаси таттва джиггяса так учат веры человеческая жизнь предназначена только для таттва джиггяса постижение абсолютной истины для этого необходима браманическая культура они слабый мозг шудр и чандалов они не могут этого понять поэтому должны существовать учреждения где бы воспитывались браманы и кшатри это необходимо если вы этого не делаете если вы воспитываете одних шудр техников которые производят болты и гайки о каком счастье можно говорить это ремесло шудр это занятие нет для браманов шудры должны быть но без браманов нельзя примеру ноги нужны нам но нужна и голова вы можете отрезать ногу и если останется голова вы сможете жить даже с физическими недостатками но если отрезать голову жизнь окончится вот что мы наблюдаем нет браманов нет кшатри нет ващев одни шудры как можете вы быть счастливыми поэтому очень важно понять этот стих чатур в арне воспитывайте класс разумных людей нужны все сословия класс интеллектуалов существует но голова работает не в ту сторону интеллектуал изучает технологию искусство управление механизмами это дело шудр мозг используется не по назначению должен существовать университет где учит правильно пользоваться мозгом вот здесь есть мальчик у него светлая голова воспитывайте из него брамана или к шатре или ващу обо всем сказано в бхагавадгите нет ничего трудного если вы в самом деле хотите счастье и процветания в обществе не только в этом обществе но во всем человеческом обществе вы должны последовать за этим движением сознания кришны и тогда люди будут счастливы спасибо вам большое